следующий этап топливные фильтра или фильтры кому как нравится да кстати хотела сказать что да вот я немножко может быть неправильно термины говорю фильтра не фильтры клапана не клапаны выхлопные они выпускные так что в принципе можете меня не выправлять я все равно буду говорить так как я привык а термины все эти я знаю топливо слито следующий этап клапаны гидрокомпенсаторы так сейчас я покажу что это такое коромысло бьет по клапану не напрямую а через такой вот гидрокомпенсатор такой механизм там внутри пружинка и туда поступает масло через отверстие и получается такой смягченный удар по клапану тут еще тарелочка стоит на клапане потом гидрокомпенсатор не хочет лезть наверно не тот взял они тут все разные приходится подбирать которые не ходят мы их расхаживаем специальная такая вот вилка гидрокомпенсатор не работает он должен чего-то сразу нажимает клапана так что все это дело мы сейчас будем рассказывать так что у меня там колпачок упал ладно сейчас достану вот он лежит приклеиваются через масло масло немножко загустело уже масло мы тоже слили с дизеля масло здесь 1400 литров так что и масло будем менять работы много какими длинными тут одновременно идет расхаживание гидрокомпенсаторов пока я ставлю уже расхоженные специальные приспособления есть вот закрякал смотри это который света не работал до прякает ну и хорошо давай ну а здесь воздушные фильтры снимаются слушай а это 2 уже да а то я думаю ты один вытащил 2 остался здесь у нас материал я потом покажу какой они разбираются старый мы выкидываем новый ставим так быстрее и лучше а вот кстати этот материал для фильтров такой воздушный воздух хорошо пропускает и ножик хороший меня до вот и все будут новые фильтра то раньше их мы летом ерунду эту а это недорого и быстро хорошо ладно пойдем плутана делать уже идет монтаж воздушных фильтров чистенькие стыкуются второй все и поехали на место отлично там знаю что могла вот эта ручка раком стать сзади не хочет назад идет странно уже хорошо выходе то забил ясно разберемся сейчас добрались уже центробежных фильтров так он выглядит почему центробежные здесь масло очищается за счет центробежной силы там есть два же клёра вот с этой стороны напротив с них вытекает масло под давлением и раскручивает этот цилиндр и и вот эта вся грязь которая есть масле она оседает на стенке внутри потом мы его разберем я покажу два штуки стоят на т.м. как и на т.м. на т.м. 7 осторожно эта втулочка верхняя чтобы не потерялась видишь подшипник там эта верхняя часть где осталась она осталась здесь он тоже может выпасть видишь ну-ка подцепи ее пальцем она там так она может упасть а упасть она знаешь куда может вот туда и в картер вот тогда ты будешь доставать так ну все можно идти чистить мазь которая внутри целебная я потом покажу ну и вот мы добрались до лечебной мази ой хороша это вот если женщинам ресницы покрасить или брови это же незаменимая вещь это же не отмоешь жизни никогда вот нас все литерное тут одни витамины приятно же посмотреть правда не так много килограмм не наберу полкило будет с одного из другого будет полкило тогда нормально можно ларек открывать по продаже косметики но весь же да отлично ну ладно будем закачивать у нас и рабочий день подошел концу